Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 9, с 1 по 6 стих. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие. И исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то выходя из того города, отрешите и прах от ног ваших. Во свидетельство на них. Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду толкования. Сообщать своим друзьям такие дары, без всякого сомнения, возможно, не человеку, а только Богу. Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только всей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому выручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь утверждается чудесами, а чудеса проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силой бесовской, но проповедь их не была истинная. А поэтому и чудеса их не от Бога. Господь, посылая учеников, заповедует им такую умеренность, что не повелевает им брать ни хлеба, ни чего-нибудь другого. Такого, чего повелевает им брать. Тихо. Многие... Нет, ты одну и ту строчку два раза считаешь. Другого, чего многие из нас набирают... Многие из нас набирают себе. Заповедуют им и то, чтобы они не перебегали от одного к другому. Но в какой дом войдут, в том и оставались бы. Чтобы не показаться какими-то непостоянными и очень переменчивыми. Отрясите, говорит пыль. Отрясайте. Отрясайте, говорит пыль, на тех, которые не примут вас, но свидетельство... Во свидетельство на них. Во свидетельство на них. То есть на обличение и осуждение их, показывая им, что хотя ради них и много пути совершили, не получили, однако от них никакой прибыли. Некоторые заповеди апостолам не носить сумы... Ни сумы, ни посоха. Ни сумы, ни посоха не иметь. Подвиг одежды понимает так. Не собирайте сокровищ, ибо сума, вмещая многое, означает собирание. Не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрожливы. Не имейте подвиг одежды, то есть не будьте переменчивы в нравах и двоедушны в мыслях. Аминь. Комментарий Игнатия Лавкина. Девятнадцатое правило Шестого Вселенского Собора. Читай. Предстоятели церквей должны по вся дни, на ипатеже, во дни воскресные, получать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из божественного писания... Разумение... Ну, рано, рано, Вася. Чего наделал-то? А я вот сюда буду... Избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины, 58 апостольское правило. Епископ и пресвитер, не родящий, не заботящийся о притче и о людях, и не учащий их... Неродящий... Это ты уже прочитал. Не учащий их, дальше, благочестью... Благочестью, да будет отлучен. Если же останется в таком неродении и ленности, да будет извержен. Епископ Никодим Милош толкует поучать веренный им народ, есть первая и главнейшая обязанность как епископа, так и пресвитера, обязанность, которая должна предшествовать всем остальным, и священнодействию, и управлению церковью. Спаситель заповедовал апостолам не только крестить, но и учить. И прежде учить народ, а затем крестить. Каждому священнодействию должно по необходимости предшествовать учение, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры. А веры не может быть без проповеди. Горе мне... 1 Коринфянам 9.16 Горе мне, если не благовествую. Горе мне, если не благовествую. А Тимофея, епископа Ефесского, заклинает Богом и страшным судом Христовым. 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, вещавай со всяким долготерпением и назиданием. От каждого пресвитера безразличия апостол Павел требует, чтобы он из числа всех прочих добродетелей более всего отличался умением наставлять. 2 Тимофея 2.24.25 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть терпеливым ко всем. 3 Учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, да даст ли им Бог покаяние к познанию истины. И епископу, и пресвитеру, пренебрегающему проповеданием Слова Божия, священное писание угрожает страшным наказанием. Таким образом, это апостольское правило есть не что иное, как краткое выражение в форме закона предписания Священного Писания, обязывающее епископа и пресвитера непрестанно проповедовать и наставлять народ в вере и добродетельной христианской жизни. Зонара объясняет это правило следующим образом. На каждом епископе лежит непременная обязанность получать в вере на ему народ догматом благочестия и приводить его к истинной вере и честной жизни. Потому что Бог говорит через пророка, предстоятеля народа, что если не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я защищу кровь его от рук твоих. Поэтому епископ, пренебрегший проповеди, отлучается, то есть лишается своего места служения с запрещением священодействия в течение определенного времени. Если же будет пренебрегать проповеди и после этого, то должен быть извержен, то есть лишен священного сана. Точно так же должно быть поступлено и с пресс-питерами, ибо правило предписывает, чтобы они были учительны. Чего, Вася, понял из всего прочитываю? Как в твоей жизни это было? Да. Учили тебя священники? Ты, говорил, куда-то ходил там, к беспоповцу. Была там пора поезд? Да, до церкви еще. Да, до вступления в общину. Да. Сколько ты туда ходил? Да, недолгое время. Сколько? Месяц, год? Да не засекал. Не меньше полгода. Не меньше полгода. Ну и, что это за церковь-то была? Поморская. Белокринская. Старообрядческая. Беспоповщина. Ты туда на богослужения ходил? Полгода, да? Ну, может, меньше. Ну и, что там тебе понравилось? Ну, что понравилось? Свобода действий. Сестры-братья читают Библию. Беспопа. Тебе это понравилось? Ну, как понравилось? Ну, мне это понравилось, но так же нельзя. Без батюшки. Это не церковь. Ну, вот сейчас вот то, что мы прочитали, что епископ и священник должен учить боговедение, читать народ. А туда, вот куда ты ходил, там почему-то ты научился за полгода? Ничему. Ничему, а почему? Ну, своей волей только и все. Своей волей тебя научили. Но они же... Я хотел, что лет пошел. Во время богослужения? Здорово живешь. Ну, в общем, в этом роде. Никто тобой там... Вольно. Никто там тобой не занимался, никому ты не был нужен, никто тебя не учил. Ну... Ну, а сестры, ты говоришь, Библию-то читали? Ну, сестры, братья читали Библию. Ну, на понятном языке? Батюшки-то нет. На русском читали? Ну, или на церковном славе? Ну, на русском. Прям... Тебе понятно всего? На русском Библию, Библию, ну... Библию, ну... Библию, вот... Вот. Такая же Библия. Ну, а раз Библию читали, ты говоришь, ничему не научили, они что-то толкование не присоединили, или что? Ну, у меня память... Тебя тогда не касалось это ничего. А, память... Слово Божие должно заговорить с нами. А если она просто прочитана, как ты говоришь, в одно ухо влетает, в другое влетает. Ну, слабинка, вольная жизнь. Ну, я не знаю, у старообрядцев-то там никак... Как бы смешанное и плоткое, и духовное. Все в одну кучу. Все смешно. Ну, а пояс там тебя... Бороду там ты начал растить-то? Ты бритый туда ходил-то? Когда ты перестал бриться-то? Да вроде с бородой ходил. Не помнишь уже? С бородой. С бородой уже? А когда ты перестал бриться-то? Кто тебе научил? Без поповца? Или раньше еще? Да, я уже не помню. Кто мне научил? Просто лень, наверное, была. Бороду брить ей. Бомжевал ей, как. А потом и узнал, да? Что это блудодейная ересь. Не помнишь, да? Ну, вот то, что мы прочитали. Какие дары ученикам Господь дал-то? Забыл уже? Да вроде там, но уфили с бородой. Ну, да, но она там. Сейчас вот читали. Какие дары? Созвал в 12. Что Господь? Какую власть им дал? Ученикам своим. Ну, власть дал проповедовать, творить чудеса, лечить больных. Да, вот еще, самая такая, силу и власть над всеми, кем? Бесами. Бесами. Вот, то есть, им была дана власть изгонять бесов. А мы читали, там в одном месте не могли изгнать бесов. Почему не могли? Если веры в это не верят, то они и не уходят. То есть, молитва устами произносится на изгнание бесов. Если человек в это не верит, то ничего и нет. Вот. Ты считаешь себя одержимым бесами? Считаю. То есть, ты, ну, вот так вот, допустим, было такое, чтобы ты вот встал возле храма и бы сказал бы помолитесь обо мне, я бесноватый. Было такое уже в житиях, я читал. Не было, а почему? Не просил никого. Не просил, а ты вот следующее предельное богослужение. И вот, каждый, кто встал возле храма и так вот помолитесь обо мне, я бесноватый. Где вообще? Ну, где, ну, может туда, к беспополцам сходить. Там попросить, что-то там. Посмотрим, что из этого будет. Какие бесы, Вася, тебя мучают? Ну, бесы лени. Бесы лени обуял тебя. Налопаться и сразу у тебя компьютер как зависает, и все, не можешь быстро ничего делать. И все, хоть не корми вообще. Они два беса. Бесы, преклоняющие к плотской жизни. Ну, а что такое плотская жизнь? Ну, плотская жизнь, ну, натуральная вот эта, суетная в миру жизнь. Ну, а что такое духовная жизнь? Ну, духовная жизнь это в церковь, вхождение в церковь. Ну, а чем она от мирской отличается? Ну, отличается тем, что люди стремятся жить по заповедям Божьим, ведущих в жизнь вечную. Ну, а что, мирские разве не стремятся жить по заповедям? Ну, у них перемешку все. Перемешку? Больше плотское притягиваю. Ну, а в церкви, которые... Больше плоткое притягиваю. Ну, а ты говоришь, в церкви, которые стремятся. Стремятся это значит не живут. Просто стремятся, они не живут. Где? В церкви-то? Да. Ну, как у нас вообще ли, че? Ну, у нас стремятся или живут по заповедям? Ну, живут по заповедям. Ну, вот так и говори. Ну, стремятся и живут. Ну, а без стремлений как? И жизни нет? Ну, можно все жить, стремиться и не жить по заповеньям. Как вот и всю жизнь стремишься быть трудолюбивым, не ленивым, а ничего и нету. У тебя стремление есть, а ничего нету. Без как сидит, так и не ходит. Ну, стремление. Ну, вот как жизнь перетягивает? Перетягивает. А почему? Бес побеждает-то. Маловерие? Маловерие. А почему маловерие? Маловерие. Вера от чего? Вера от слышания Слова Божьего. В последний раз брат Игорь Дыбунов читал о внимательности. Бывает, человек слушает Слово, но не внимает. Оно до сердца не доходит, на руки не переходит. Он слышит, да, ленивым быть плохо, да, я это знаю, да, но все равно ленится. Страха Божия нет, а так бы убоялся бы, Господи, да ленивый подобен Воломи ему пометов, да у меня не друзей, ничего нету, да я никому не помогаю, да что же это такое-то? Помоги мне избавиться от этого. Он уложил на себя пост, не пьешь, не ешь и все, и он попятится. Но нет у тебя в это веры-то, поэтому и я ничего с тобой делать не могу. Так что со скрипом, со скрипом все это. Главное, зарядку делаешь хорошо, тело-то... Ну так это плоское. Плоское, но... Написано, телесные упражнения мало полезны, мало полезны. Но не написано, что они бесполезны. То есть, тело тоже нужно содержать в чистоте и зарядку делать, и спортом заниматься. Тело это хранит. Как я говорил. Он и подтягивает. Он и постоянно делает зарядку. Да, вот правильно. Вот. 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 Но если одну зарядку делаешь, а душой, телом занимаешься, а душой нет, то и поэтому пользы никакой нету в твоем здоровом теле. Ты это будешь здоровое тело употреблять там. На что попало? На блуд, на пьянство, на женщин, на... Да, это уже отошло. Ну и слава богу, отошло. Сколько можно-то уже? 70 лет и такой ерундой заниматься. Стыд, срам, позор. Не, так уже отошло-то. Отошло-то, потому что составился, а не потому что покаялся-то. Вот в чем беда-то. Импотенция раньше пришла, чем покаяние-то. Не, ну сейчас восстанавливается. И рыть. Да ладно. И рыть. А то сестры говорят, что надо 18 плюс ставить на ролики-то. Опять все. У двух мужиков. О чем бы ни говорили, все на баб сведут. Есть опасность, что ты опять начнешь ерундой заниматься-то? Нет. Нету опасности? Твердо уверен, что все. Твердо уверен. Покаялся в этом? Ну, был блуд. Блуд уже не возвратился. Ой, слава богу. А лень? А с ленью трудновато. Трудновато. А что именно трудновато-то? Ну, плотская жизнь приличает. Как бы расслабиться охота. Дух праздности это называется. Праздник. На работу идти не надо. Ну, пенсионер. Ничего делать не надо. Это вот всех пенсионеров, вот это государство наше российское, всех. На заслуженный отдых ушел. Да. На заслуженный отдых. Все. Ну, христиане-то, Василий, должны трудиться. Уж не так, как вот раньше там мешки ворочить. Как ты грузчиком-то там работал. Вагоны с углем разгружать-то. Конечно, уже тело не может. Но посильный труд должен быть. Объявления расклеивать. В интернете там можно благовествовать. В интернете я не в зуб ногой? Не в зуб ногой. Ну, вот. А Игнать Тихонич первый раз показали ему, как вилку в розетку включать. Сколько ему лет было? Знаешь? 68. Почти столько же, сколько тебе на два года раньше. Если сейчас смотри, сколько у него там. Миллионы просмотров. Вот так вот. Музыка. Ума палать. А у тебя? Какой ум? Какой ум? Так у него-то благодаря чему ума-то у него палата-то? Ну, Святой Дух. На него не снишел. Ну, как назвать? Снизошел. Ну, а если бы он был бы... А если бы он такой ленивый был бы, разве бы сошел бы Святой Дух? В грязную бочку святое ничего не уходит. Поэтому нужно очистить себя слезами покаяния. Вот так как ты от блуда очистил, так же и от лени нужно постоянно просить у Господа это. Вымаливайте Бога. Верни меня. Я не верю, что ты родился там ленивым таким. И на дома заработал, и на все и все. Ну, если бы такой отец был, отбивал желание трудиться. Что он тебе запрещал на работу ходить? Ну, я говорю, у тебя пьяница была. Ну, отбил. Ну, я знаю многих детей, у которых отцы были пьяницы. Ну, отбивал желание трудиться. Ну, как? Прямо на работу приходил и тебя брал за ухо и говорит, иди домой на печку валяйся. Да не верю. Ну, я тебе говорю, он бьет, а я-то делаю противоположное. Не слушаюсь его. Если он мать бьет, я что его буду слушать? Ну, ты говоришь, он отбил желание у тебя трудиться. Я спрашиваю. Каким образом? Ну, вот таким образом. То, что он над матерью издевался. И тебе не нужно было место на работу? Ну, его язык постоянно, маты, маты. Ну, как это? Ну, что попало? Буровит. Как напьется. Так по всем ночам. Ну. Буровит и буровит, что попало. Ну, он-то буровит. А ты-то почему в этот момент ленишься? Как? Ну, а я противоположное делал. То есть, не слушал его. Непослушание. А в чем непослушание? То есть, он тебе, ты говоришь, он тебе запрещал? Ну, непослушание, но из-под палки трудился. А, так все-таки он тебя заставлял трудиться? Ну, заставлял. Ну, а как же? А-а-а. А-а-а. Если корову держали... А че ты его тогда... Свиней... А ты его только что... Пьянствовал постоянно. Я говорю, Вася, почему ты... Я не верю, что ты родился ленивый. Ну, я тебе говорю... А ты говоришь, что нет, нет, отец в этом виноват. Потому что он... Как воспитали... Так он тебя хорошо воспитал? Он тебя палкой бил? Ну, как? Ну, как? Если бы он тебя не бил, ты бы и не трудился. Так я делал противоположное. Что ты делал противоположное? Ну, заставлял, а я делал противоположное. Ленился. Ну, а если бы он не заставлял? Че бы ты пошел бы трудиться? Он делал как отец. Он тебя... Если ты ленивый, если скотина, то порога и прутом и все. И ленивого раба только прут может воспитать. Ну, так если он над матерью издевался. А про чем тут мать-то? Ну, как? Ну, и мать, значит, ленивая была. Мать ленивая. Мать не пила и... Ну, тебя скажи... Обихаживала... Ну, тебя скажи... Он на улице работал, а она... Ну, скажи, ты когда вот... На работу ленился идти, он тебя наказывал. Он правильно делал? Ну, теперь-то я считаю, что правильно. Ну, так и вот. По то время тебя никто и не спрашивает. Сапликаты, что тебе там спрашивать? Ленишься? Ремня дал, пошел на работу. Все правильно он делал. Даже алкаш пони... Даже алкаш пони... Даже алкаш пони... Ну, теперь-то я понимаю, что правильно... Ну... Ну, а что тогда бороешь на отца тогда? Да... Да... То, что он так воспитал... Ну... Как это... Как говорится... Пример отца для подражания... А какое он подражание... Пример подавал? Пил... Пил... Издевался над матерью... Ну, мы сейчас про его пьянство не говорим... Мы говорим про твою лень... Ну, так... Он воспитывал тебя? Пример-то я брал с них... Ну, вернее, с матери брал пример... А не с него... Только что трудиться не научился от матери... Мать трудилась... Отец тебя драл... Драл за то, что ты ленился... Да у тебя прекрасная семья... Клевесишь на них... Не отдаешь... Ну, а что... У тебя сейчас... Ну, если бы я пил... Как те братья... Ну, так и вот... Первый брат уже на том свете... Ну, так и вот... А второй брат... Ну, выпивает... Ну, так и вот... Ну, а что хорошего... Матерится... Ну... И мозга потерял уже... Давление у него... Ну, то, что ты... Мозга... Что сделать... Тут же забывает... Ну, я... Ну, я... Не хочу осуждать его... А брат... Брат тоже слабоумный у тебя? Ну, это... Про что я говорю... В пьяном, наверное, зачатии... Рождены были... Поэтому... Да нет... Так-то... Поначалу-то умные были... Ну, а потом уже... Если... Меня поили... Пивом... Ну... До... До школы еще... Отец... Ну, а... Да почему... Отец... Мужики... Там... Курилка... Недалеко была... Ну, собирались там... Ну, а зачем... Рабочие... Ну, а зачем же ты к ним ходил-то? Убегал бы... Да еще... Так... Я... Я что соображал, что ли? Вот такой вот был... Ну, а... Женили тебя на нелюбимом... Что? Уже не соображал тоже? Женили-то тебя не такого... Ну... Любил одну... Ну, так и вот... В... В это... В любовном угаре... В любовном угаре... Женился на другой... Так женили... Женили... Не женился... В любовном угаре... Ну, как так... Ну, тебя в ЗАГСе спрашивали... Согласен ты или не согласен? Спрашивали... Ну, и что ты ответил? Ну... Ну, как бы... Любил... Ну... На самом деле, ты не любил... Ну, тебя в ЗАГСе... всех спрашивает, такая-то, такая-то, согласна взять мужья такого-то? Чего тебе жена ответила? А, так, вроде это, она сама там все это сделала. Ты в ЗАГС-то не ходил? Не посещал, вроде, в ЗАГС. И на свадьбе тебя не было? Ну, свадьбы мы не играли. Не играли свадьбы? Ну, какая там свадьба? Ну, может, была, собрались там. Напили, напили все, и вся свадьба. Ну, а ты-то на свадьбе-то напивался на своей? Ну, конечно, я напивался в то время. Ты с горя или с радости? Ну, я в шоке был, я говорю, любил одно, а женили на другое. Без меня меня женили. Так ты-то ж там присутствовал, ну, мог бы сказать, да вы что делаете-то? Ну, я в шоке был, я говорю, любил, любил. В горе. Ну, что тебе, может, какое-то зелье, ну, как в шоке можно быть, тебя насильно... Ну, как, ну, страсть-то есть. Страсть-то есть. Ну, тем более я... Совратила она тебя. Подложили ее под тебя, наверное, да, под пьяного? Да, почему подложили? Ну, а как это? Я что, не мужик, что ли? Ну, ты, ну, как? Ну, как им это удалось? Если ты ее не любил, а женить-то им не интересно. Какие чары, может, на тебя напустили? Ты говоришь, я был в шоке. Ну, кто-то же тебя шокировал, или... Шокировать можно чем? Ну, красавица. Ну, я до этого даже не бы познал женщину. Ну, даже не бы познал женщину. Ну, а как бы меня подложили? Ну, женился-то ты на ней. Зачем? Блудил бы, да блудил бы дальше. Зачем жениться-то? Если ты, говоришь, познал, да женить бы. Ну... Ну... Жизнь такая, да, Вася? Любил одну, ну... А если бы ты ту не любил, первую, то на второй бы не женился, да? Ты как бы из... Так я не соображал. Из мести-то. Страх надо удовлетворить. Ну, так у тебя же... Таким образом и женили. Ну, так у тебя же, говоришь, были женщины. Ты же пользовался спросом. Красивой была в молодости-то. Никто тебе не отказывал, наверное. Зачем жениться-то? Просто как все, тем более на нелюбимой. Так, да. Посмотрел, все женятся, и я женись, да? Интересно. Ну, а что интересно? Ну, в шоке был. Ну, в шоке, ты говоришь, в шоке. Любил одну, а... Ну, в шоке в этом было. В этом шоке меня и женили. Что за шок-то такой, непонятно? Ну, любовный шок. Любил одну, а... Интересно, девки пляшут. Ну, как бы... Ладно, все. Давай. Братового сострадания... На его подруге женили. Ну, он-то женился... Не знаю, как. Любил, не любил, не знаю. Так она раньше с братом, с твоим, жила, что ли? Почему? Другая. Другая, ты говоришь, сострадания. Ну, подруга... Подруга... Ой, ладно. Как будем без ориеней изгонять-то из тебя? С блудом-то покончено уже все, вот ты говоришь. Покаялся в этом. Какой? Какой рецепт? Рецепт, да. Подсказать? Я откуда знаю. Ты же у Игната Тихонича спрашивал-то. Чего он тебе ответил? Он плохого-то не посоветовал. Ты спрашивал у него, как избавиться от ленинга? Ну, порой, как сидорово-козу и еще что-то. И не кормить. Ну. Ну, че? Снимай штаны. Внеси ремень. Ну, вот. Ну, а как следствия? Ну, а че это припарка поможешь? Я перевезу на колосемию операций или больше. Ну, отец тебя порол. Ты же, говоришь, из-за страха все равно работал. Ну, а куда деваться-то? Куда деваться-то? Вот и все. А здесь у меня тебе есть куда деться. Ну, есть. Ленишься и весь охотаешь. А работать неохота. Кто не работает, то ты не ешь. Ну, да. Ну, терпеть-то я могу, но... Ну, а потом я опять обожжусь. Что-то в этом роде. Думаю, могу еще больше обожрать. То есть, от страха Божия нету, тормоза нету у тебя. Должен папаша с палкой стоять. Тормоза нет. Когда кто-то с палкой стоит, ты слушаешься, как нету. Да ты представь, что Богу это противное, и он с палкой стоит. Он тебе-то будет в гиену тебя залить твое. Вечно будет мучить тебя, если ты не избавишься от этого беса. Если ты беса этого не изгонишь, он тебя и потащит на мытарствах. Я тебе прочую и говорю. А я все равно обожжусь. Надо подковь перебороть. Ну, а кто тебе мешает-то? У тебя все для этого Бог тебе дал. Возможность-то все. Все, не сразу, не сразу же Москва отстроилась. Ну, понятно, не сразу. Бог долго терпит. Постепенно. Но крепко бьет. Постепенно. Постепенно. Ныне день спасения, что ты все лукаешь. Я завтра-завтра начну трудиться. Завтра-завтра есть такая песня про завтра. Хорошая. Виктор Савченко поет их. Все. Благодарим Бога. Пойдем на завтрак. Слава тебе, Бог. Слава тебе, Господи наш. Слава тебе, Иисусе Христе. Аминь. Благодарим тебя, Господи, за беседу, за вразумление, за наставление. Слови Твои. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Благодарим тебя, Господи, за беседу, за наставление. Аминь. 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 Продолжение следует...